Итак, начнем второй урок Школы Духовного и Физического Совершенства. Мы с вами разобрали, как строится сознание, появляются черты характера, что такое побуждение. И теперь необходимо нам узнать для себя, а какие процессы идут в сознании, потому что их несколько по-разному увеличают. То есть в сознании у нас идут некие процессы, которые выражаются, будем говорить, в движении энергии информации. Вернее, энергия движется и в зависимости от типа информации она там структурируется так или этак. И мы с вами, чтобы подробненько это все узнать, мы можем воспользоваться основами здоровья, которые почитаем из библиотеки. Либо же открываем четвертый том целительных сил, который я записал, и просто-напросто с самого начала начинаем служить. То есть вот как раз целительная часть, целительные силы, том четвертый, первая часть, иначе самое первое это введение, а потом вот как раз идет часть первого сознания человека, его роль в оздоровлении. Ну, кое-что я расскажу, значит, составляющие психической активности человеческого сознания. Значит, рассмотрим психическую активность человека с учетом ее составляющих и, очень важно понимать, и силы проявления. Значит, какие же конкретно информационно-энергетические процессы слагают психическую активность? То есть у нас, у человека, будем говорить, живого, наблюдается психическая активность. Из чего эта психическая активность слагается? Первое, это чувственные ощущения, идущие от органов чувств. Мы уже говорили, пять органов чувств, все это, значит, через глаза, нос, ощущения, вкус, слух и запах. Все это поступает, вся эта информация поступает к нам в сознание. Я бы не сказал, что в мозг, а именно в сознании. Мы потом немножечко о мозге поговорим отдельно. Значит, чувственные ощущения. Во-вторых, это уже появляются мысли, которые бывают логические, то есть логическое мышление, то есть я начинаю делать какие-то выводы. Вот это я смотрю на вас в видеокамеру, эта видеокамера снимает. Эту, значит, информацию можно использовать для того, чтобы создать ролик. Это пример логического мышления или образное мышление. А образное мышление, я себе представляю реку, пляж, солнышко, грибочек с козырьком от солнца. И вот я сейчас войду в воду, буду купаться. Это пример образного мышления. Значит, в-третьих, это эмоции. В-третьих, это эмоции, в-четвертых, это настроение. А настроение – это длительная эмоция. То есть, если эмоция, она возникает от чего-то, эмоция радости. То есть, как бы сказать, своеобразный такой энергетический всплеск, который возникает в нашем сознании в зависимости от окружающей обстановки. То есть, это нам нравится. И мы так только раз, у нас энергетический такой всплеск, эмоция там. Хоп, о, как хорошо. Мне подарили шарик. О, как хорошо. Красивый шарик и так далее. Ну, естественно, гораздо больше она будет, когда вместо шарика мне, там, допустим, или вам, только, опа, выпал крупный выигрыш или подарили машину. То есть, тут уже, можно сказать, эмоция зашкаливает, человек начинает верещать, да? Длительная, вот когда эмоция-то продолжается длительное время, это уже настроение. Эмоция радости. Эмоция радости, она длится не 5 минут, а она длится, допустим, полчаса, два часа. То есть, вы, как бы сказать, на вот этом, каком-то радостном уровне, либо наоборот, на подавленном, если вы там в депрессивном состоянии находитесь. Так? А далее идут у нас аффекты, посмотрим страсти, разного рода установки и так далее. Мы с вами рассмотрим психическую активность человека с позиции силы энергетического процесса, происходящего в сознании и влиянии этого процесса на полевую форму жизни и вообще организм человека в целом. Ну, кратенько я вам так прочитаю. Чувственные ощущения, они являются тем стимулом, который поддержит сознание в активном состоянии. Потому что если нету никаких чувственных ощущений, то наступает какая-то, знаете, рассогласованность, вернее не рассогласованность, а организм не поймет, чем надо работать. То есть, в какое-то, грубо говоря, впадает в какое-то пассивное состояние. Ну, так, вперед. Итак, значит, от органов чувств идут энергетические сигналы, и в том числе и в мозг идут от органов чувств электрические сигналы. То есть, идет, да? Именно они задают рабочие частоты мозга и сознание. Как только они исчезают, то у человека развивается сонное состояние, он поражается в сон. Значит, основные звенья чувственного энергетического потока, ну, это тут нам не столь важно. Значит, главное понимать, что чувственное ощущение является энергетическим, своеобразным энергетическим потоком. Если он слаб, то есть, нас не интересует, что тут творится. Если он говорит, нету праздника, цыгане не танцуют, стол в ресторане не стоит, гонки не идут, мордобоя нету, секс по телевизору не показывают, то, значит, чувственные ощущения, как в основном мы считаем, они такие слабоваты. Если этот поток слаб, чувственных ощущений, да, человеку недостает стимула, стимула для того, чтобы все энергетические процессы шли нормально. Если он нормальный, нормален именно то, что нужно. Ну, человек интересуется, вы знаете, как в детстве, нам интересно то, нам интересно это, нам интересно то, а в данный момент все, мы присыщены и нам ничего особо не хочется, то, значит, стимул нормальный, организм работает нормально. А если чрезмерно силен, ну, допустим, грубо говоря, там, музыка грохочет, там, соседи, грубо говоря, ругаются на повышенных томах и так далее, и так далее, то все это, или какие-то, знаете, это там, какая-то техника грохочет, то это угнетает и ослабляет и разрушает наш организм. То есть стимул должен быть чувственный, вот такой стимул. Очень хорошо, хороший чувственный стимул дает контрастность души, чтобы мы так знали. Значит, хорошим стимулом в стимуляции энергетического потока, чтобы мы так ощущали это, являются физические движения. Информация от напряжения мышц, положения тела и тому подобное, вот, мощно подзаряжает организм. Далее, за чувственными ощущениями идут мысли. Мысли у нас бывают, значит, логические и образные. Я уже рассказал, что такое, значит, логическое, что такое образное мышление. Они у нас идут постоянно. То есть это своего рода энергия, информация, вернее, информация, информация, как интересно так сказать, информация, это структурированная энергия, а энергия, это, значит, в данном случае в виде мысли, это структурирована особым образом информация. То есть мы понимаем, что это, допустим, чем мы мыслим, о чем мы говорим. Примерно так. Значит, разберем, разберем немножечко, разберем образное мышление. Мысли вообще человека, они имеют сложную природу, то есть они, как бы сказать, следующий этап за чувственными ощущениями. Они возникают, значит, ну, так можно сказать, из недр сознания, и состоят из некоторого запаса энергии и, естественно, информации. Особенно это касается образного мышления, потому что мы строим какой-то образ, этот образ содержит энергию, содержит информацию, и он существует некое время. Это очень интересное образование, вообще-то образное мышление. То есть мы с вами постоянно порождаем какие-то образы. Но об этом подробно вы можете послушать. Послушать в четвертом томе целительных сил. Это будет как раз у нас первая часть, которая как раз этому будет и посвящена. Просто-напросто включаете, все это есть на канале и слушаете. Что интересно, что человек может наложить созданный им мыслеобраз на себя или на другой предмет человека и так далее по своему желанию. В этом случае мыслеобраз передаст свою информацию данному предмету, человеку или самому себе. Чем длительнее и интенсивнее создание мысли образа, тем сильнее его последующее воздействие. Вот это вот образно-волевое, образно-посытное занятие, вот это вот с помощью его утверждений, как там они называются, вылетело из головы. То есть вы представляете себе, допустим, тот или иной орган или организм в целом, который вы желаете, будем говорить, укрепить, омолодить и так далее. И начинаете, помимо того, что образно мыслите, вы еще начинаете и проговаривать это. И в результате эта информация начинает укреплять ваш организм или отдельно взятый орган. Вот тут я много довольно-таки написал, занимался всем этим делом для себя. Для себя я разбирал, как устроено сознание, как с ним работать. Так, далее у нас идут эмоции. Значит, воспринимаются человеком, как качественное ощущение чувственного или мыслительного процесса с подключением аналитического механизма ума, который вызывает в сознании волну возбуждения. Поэтому слово эмоция в переводе с латинского означает волновать, возбуждать. Итак, человек возбуждается от чувственного или мыслительного процесса. Эмоции вызывают в сознании не образ предмета или явления, а переживание. Радость и печаль, наслаждение, отвращение, гневе, страх, тоска и удовлетворение, тревога и разочарование – это все различные эмоциональные состояния, порождаемые удовлетворением или неудовлетворением своих собственных побуждений. То есть, как мы в первом уроке говорили, человеком движет побуждение. И если они удовлетворяются, вот это все вызывает положительные эмоции. То есть, человек переживает. Ах, как хорошо, я тут вкусно покушал, ах, как хорошо, комфортно я сижу, ах, там еще что-то хорошо, еще вот у меня дружба и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Либо же он неудовлетворен этим и пребывает либо в унынии, либо в раздражении. Это тоже вот эмоция. Как, помните, этот пел Агутин «Дома ни копья нет» в одной из своих песен. Ну и так далее, на эту тему много. Значит, чем эмоции определяются? Тут все подробно, подробнейшим образом рассказано. Более того, энергетический эффект, вот вы знаете, ох, как бы взлетели, от эмоций передается по особым механизмам на физическое тело. Происходит это следующим образом. В гипоталамическом отделе межуточного мозга, который связан с формированием эмоций, расположены структурные регулирующие функции всех уровней вегетативной нервной системы. А вегетативная система, нервная система, обеспечит регуляцию функций внутренних органов, кровеносных сосудов, железь внутренней секреции и так далее, и так далее. Железь внешней секреции. Имеются два отдела – симпатический и парасимпатический. Регуляция через симпатический отдел обуславливает там, то есть, активацию. Регуляция через парасимпатическое отдело, вегетативной нервной системы, осуществляет реакции обратные симпатическому, то есть, как бы подавлению. И отсюда, в результате от того, какие эмоции мы с вами испытываем, значит, эти эмоции делятся на стенические, от греческого «стена» – «сила». То есть, эмоции, которые нам дают силу. И «а» стенические, приставка «а» означает отрицательное. То есть, эмоции, которые подавляют наш организм. Какие эмоции бывают, значит, в возбуждающем, активирующем организм, вы можете самостоятельно почитать. А которые, наоборот, подавляют. Это все, все очень хорошо разобрал в основах здоровья одной книгой. Кстати, страница 144, вот тут будет как раз. Эмоции можно подразделять на простые и сложные. Та-ра-та-та-та. Возникает еще, помимо того, что сенсорное ощущение у нас имеется, то возникают еще сложные эмоции. Сложные эмоции называются чувствами. Например, чувства любви, сострадания, чести, стыда, нежности, солидарности и так далее. Все эти, значит, чувства условно делятся на этические, когда человек должен вести себя, как бы сказать, в обществе и так далее. И интеллектуальные переживания, возникающие во время познавательного процесса, какого-либо открытия, например. Например, например. То есть, вот так. Интересно все это, да? Далее у нас идет настроение. Под настроение подразумевается эмоциональное состояние, которое обычно не бывает чрезмерно ярким, но зато характеризуется относительно устойчивости в течение более-менее продолжительного времени, часа, дня, недели. Ну, настроения могут разными быть. Грустным, спокойным, тревожным, тоскливым, торжественным, веселым. Я, например, на большинство своего времени в течение дня в таком веселом настроении пребываю. Знаете, когда веселое настроение и несколько, как сказать, повышен энергетический уровень в организме, то это появляется через пение. Вот человеку там хочется петь, ну что там, мурлычи, там, знаете, вот такие вот, такие интересненькие песни. Итак, настроение можно охарактеризовать и как своеобразный эмоциональный фон, отражающий насколько человек уравновесил свои биологические и социальные потребности, которые выражаются через побуждение. То есть, грубо говоря, у него имеется дом, у него имеется счет в банке, у него имеется погреб, который заполнен картофаном, капустой, там, консервами. То есть, вот человек знает, что он в зиму переживется, сало имеется, там, крупы и все там такое. Вот, у него семья, все там, допустим, жена, дети ходят в школу, все там нормально, родители живы-здоровы, ну и так далее, так далее, так далее. Все, как говорится, у него, все, так сказать, все имеется. Он доволен. Он уравновесил вот именно свои биологические и социальные потребности. То есть, у него имеется автомобиль, довольно-таки престижный, там, может быть, какой-нибудь даже катер имеется, дача и так далее. Ну, мы идем с вами дальше. Дальше у нас идут аффекты. Под ними понимают кратковременные, но предельно яркие, бурные эмоциональные вспышки. Восторг. Вы выиграли 10 миллионов долларов. Я думаю, восторг будет очень большой. Гнев. Ярость. Ужас. И тому подобное. Значит, состояние эмоционального возбуждения в высшей степени. Считается, что аффекты возникают из-за хронического неудовлетворения наиболее выраженных побуждений и всегда конкретно направлены на источник преграды. То есть, вам не дают вот что-то удовлетворить, какое-то ваше там побуждение. Ну, допустим, вот состояние аффекта было, когда в Сочи пришли к мужчине сносить его там постройки, в котором он там жил. И в результате под действием аффекта он, значит, начал там стрелять с ружья. Кстати, вот Лев Толстой описывает состояние аффекта у Пьера Безухова. Можете посмотреть. Потом идет страсть. Страсть – это понятие включает в себя сильное и длительное эмоциональное состояние. То есть, если аффект – это, значит, как вспыхнул и угас, будем говорить. То есть, страсть – это вот страсть, ну, в основном выражается вот какая-то любовная страсть, значит, которая основана на остром желании удовлетворить наиболее выраженное побуждение. Так, страсть подчиняет в себя основную направленность мысли и поступков человека, стимулирует его к активной деятельности, цель которой является удовлетворение совершенно определенных желаний, вызванных побуждениями. То есть, ну, грубо говоря, там, например, так, вот я хочу иметь машину, я хочу иметь машину. Человек вбил себе в голову, и вот это он тут все, вот, как бы сказать, вот в таком там состоянии. Либо же другие. И что происходит в этом состоянии? А, в этом состоянии, значит, сознание личности постоянно главенствует не столько содержащую, содержание движущего мотива страсти, а эмоции, ее поддерживающие. В результате этот человек выгорает изнутри. Ну, тут вот, вы почитайте, как Нил Сорский отзывался о страсти. Это интересно. До сих пор все это также имеет значение для человека. Далее, что у нас идет за всеми этими, так сказать, движениями энергетическими сознаниями? У нас идет выражение всех этих энергетических вещей наружу, на материальный уровень, в виде речи. На любого человека особое влияние оказывают произнесенные в его адрес слова. Приветливые, ободряющие действуют подобно лекарству, враждебные, унижающие, а тем более действуют подобно сильному яду. Вот еще там Горяев, известный ученый, Царство ему небесное, который исследовал феномен слов, установил, что при произнесении слов образуются акустические звуковые поля. Эти акустические поля являются передатчиками эмоций и смысла, заключенного в слове. Если слова бранные, то информацию они несут крайне негативную. Бранные слова, значит, сила бранного слова, не в громкости звука, оказывается, интересно, а в смысле сказанного, даже шепотом. Эта негативная энергия повреждает цепочки ДНК, хромосомы и гены. Ну, так вот, так вот это было сказано. Итак, смотрите, что самое важное понимать? Что вот этот вот энергетический уровень, который у нас идет в сознании, и который, энергетический уровень, передается на структуры головного мозга. Структура головного мозга у нас, кора головного мозга, да и головной мозг, состоит из жира и воды, то есть эта субстанция легче всего воспринимает информацию. И дальше уже она ее, как бы сказать, эту вот информацию, чисто энергетическую, начинает уже кодировать в своеобразные электрические импульсы, которые уже начинают с головного мозга управлять всем организмом. И, значит, вот как раз я тут сделал интересные выводы. Это все, пока мы психическую активность рассматриваем, не удаляясь ни в духовность, ни в какую-то там еще сферу, а просто познавая самого себя. Значит, выводы, психическая активность за счет своих составляющих, чувственных ощущений. Значит, надо такие создать ощущения, чтобы они вам были приятны и достаточны. Мысли, опять-таки мысли, они вас обволакивают. Более того, вы с помощью мыслей прорастаете в окружающее пространство. Эмоции. Эмоции как раз это энергетическая составляющая, которая, как бы сказать, руководит всеми вашими процессами в организме. Потому что организм, как лампочка, он должен, знаете, гореть вот в нужный накал или чуточек выше. Тогда как раз вот все физиологические функции совершаются хорошо. Если этого энергетического накала недостаточно от эмоций, значит, начинает развиваться, ну, дальше я скажу, депрессивное состояние. Если чрезмерно высок, то вы просто-напросто это, вы говорите. Итак, продолжаем. Значит, мысли, эмоции, настроение. Ай, какое у меня настроение. А настроение вы, опять-таки, забегая вперед, вот я, поднимаю себе, и рождаются сами собой слова, там, стихотворения, песенки, там, разные, там, считалочки и так далее. Ветерок играет, солнышко искрится, тучка по небу медленно плывет. Как хорошо мне сейчас живется, и душа отчасти ликует, поет, и душа отчасти ликует и поет. Вот, настроение, аффекты. Аффекты нам особо не нужны. Ну, за исключением некоторых. Значит, страсти, речи, речь должна быть. Ну, такие слова вы должны подбирать в своей речи, чтобы они ни в коем случае, я уже рассказывал, но, естественно, мало кто там слушал. Каждая клеточка нашего организма, как маленький ребеночек, настроена на маму, что скажет мама и так далее. Она ловит все слова мамы, значит, питание идет, вот это вот, уход и так далее. То есть, каждая клеточка настроена на энергетику и, могу говорить, информацию, которая содержится в нашем сознании. И если это энергетика в виде эмоций, в виде настроения, которое поддерживает ваш организм, окрыляет, окрыляет, вы чувствуете, как я окрылился? Каждая клеточка, она поет, гай-ла-ла, 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 прекрасно работает, организм в здоровом состоянии, все отлично, все работает. Как только вы себя начинаете гнобить, произносить плохие, обидные слова, там даже на кого-то, а тем более на себя, знаете, ни в коем случае себя нельзя осуждать. Об этом мы можем в дальнейшем поговорить. Вот, клеточка сразу же спазмируется, она перестает работать. И все это содружество, организм содружества клеток перестает нормально работать. Все он в ступоре. Он уже слаб, он уже готов, если особенно там где-то были какие-то отклонения, в том или ином месте сломаться и возникнуть болезнь. Так, значит, мы с вами можем вот этот вот энергетический фон свой понижать, нормализовать, повышать. И в результате, если, допустим, вот человек болен, если мы научимся повышать вот этот свой эмоциональный, будем говорить, энергетический фон, вот это настроение, вот это, знаете, вызывать образно-волевое мышление, то мы можем повышать физиологические процессы протекания их в организме и использовать для самоздоровления. Видите, мы пока говорим об этом. Итак, пониженный уровень велотекущие энергетические процессы сознания называется депрессией от латинского подавления подавленность. Ни в коем случае не используйте вот этот свой главный инструмент сознания на подавление самого себя. Уровень энергообмена между сознанием и полевой формой жизни понижен в связи с этим ничем не стимулированные жизненные направления крайне слабы. Это свойственно для вялых, безынициативных, пугливых и сомневающихся людей, у которых ущемлены или подавлены побуждения. Вот ему что-то хочется, а-а-а-а, якобы ему не дают, и он лапки сбросил, и все это внутри себя сказал. Да, страна, ерунда, люди, ерунда, все ерунда, все весь мир, ай-яй-яй-яй-яй. Так, пребывание в таком состоянии опасно для организма человека тем, что он ослабляется и легко может погибнуть от возникших на этом фоне болезней. Далее, нормальный уровень, нормально текущий уровень энергетических процессов сознания, это эмоциональные эмоции, настроение там, мысли, слова и так далее. Сознание образуется тогда, когда удовлетворяется нормально выраженное побуждение. Опять-таки, видите, нам надо важно знать корни, откуда вот эти все настроения, эмоции и так далее. И мысли возникают. А то мы пытаемся что-то подавлить антидепрессантами или еще чем-то, не понимая, откуда растут ноги. Когда мы это понимаем, мы тогда начинаем оттуда действовать. «А что я должен сам себя подавлять своими собственными мыслями?» Вот очень интересно. Человек подавляет, разрушает себя своими собственными мыслями. Он не знает, как правильно использовать свое собственное сознание. И в результате швах получается. значит, поэтому надо проявлять активные качества своего характера, такие как смелость, напористость, гордость, инициативу, веру в себя с тем, чтобы удовлетворять побуждение и не отчаяться в борьбе за их достижения. Естественно, все это должно быть на основе, так сказать, разумности. Что это не значит, я хочу быть как Наполеон, а то и вы, выше и выше. Будьте, грубо говоря, Наполеончиком у себя дома и радуйтесь. О! Как вы выстроили свое государство. То есть, у вас дом, участок, все-все-все тут у вас, так сказать, хозяйство. Вы сами, семья и так далее. Эх! Эх! Лепота! Ну вот, посмотрите на меня. Вот. Удовлетворять борьбе за достижение. И все это вы должны, как бы сказать, сопоставлять, потому что наши желания и так далее, как вот, особенно там поется шире вселенной горе мое. Да вы что, шире вселенной, с чего оно возникает? Откуда оно проистекает, это горе, которое шире вселенной? Вы должны понимать, знать. И тогда у вас, как бы сказать, аппетиты будут такие, что вы съедите, а не подавитесь, ухватив множество. Так, далее у нас идет повышенный уровень. Повышенный уровень энергетических процессов сознания характеризуется резким, ненормальным всплеском энергетического потока. То есть, нить накала лампочки работает на пределе, если мы сравниваем свой организм с лампочкой накаливания. Вот. Либо, что еще хуже, поддерживаем намного выше, чем необходимо для нормальной работы организма. Человек выгорает изнутри. Это мы знаем. Особенно, знаете, когда творческая личность для того, чтобы вообще что-то там вытворить такое, этакое, употребляет алкоголь, наркотики и так далее, такой образ жизни, который действительно его разрушает. Ну да, он что-то там выдал, не без того. Ну и нету. А вот совсем другое, когда вы в спокойном, радостном состоянии делаете какое-то дело, которое вам нравится, и вы можете гораздо больше сделать и интереснее. Итак, в данном разделе вот как раз описаны главные механизмы возникновения психосоматических болезней, то есть болезни тела из-за неправильного мышления. Виной с этим процессом является неудовлетворенность побуждения, о которых мы говорили, которые мотивируют наши биологические и социальные потребности. То есть, вот я вам рекомендую еще самостоятельно почитать книгу «Основы здоровья» одной книгой. это как раз здесь я написал то, что не было написано мной, ну просто по причине того, что я не знал в четвертом томе целительных сил. А четвертый том целительных сил имеется, он уже надиктован, и ученик школы духовного и физического совершенства должен и самостоятельно работать над самим собой. И поэтому вот то, что я вам рассказал, дал ссылочки. Вы либо прочитали, либо прослушали. Видите, я не поленился, я все четыре тома целительных сил рассказал. После проделанной работы вы напишите свои соображения. Мы с вами еще до духовной работы не дошли. Мы с вами познаем только самих себя. И вот если мы берем четвертый том целительных сил, то как раз вот вы будете слушать уже, а не читать даже. Часть первого сознания человека, его роль в выздоровлении. Глава вторая слагаемой человеческой личности, их особенностей и влияние на человеческих организм. Тут видение, виды человеческого сознания и роль в выздоровлении на процессе. Вот это я, как бы сказать, не стал сюда там вставлять. в основу здоровья. Психическая индивидуальность человека, но психическая индивидуальность человека, там несколько с одной стороны, психическая индивидуальность человека, она основана на побуждениях, то есть строится характер. Психическая активность человека, мы уже о ней говорили, да? Вот очень важный раздел, вы посмотрите страница 56, это саморегулирование личности. Вот когда как-то вот это у вас устаканится в сознании, Вот эта вся информация Откуда берутся мысли Откуда берутся то настроение Желания и прочее У вас может А вообще-то должен появиться Орган В уме орган Который Контролирует Что вы говорите Что вы делаете То есть не просто Аффект увидали Кулаками замахали И все А он Вам подскажет Как действует в этой ситуации Так чтобы это было Ну грубо говоря Безопасно всем Не так как там Пьер Безухов разбил Какую-то плиту или еще что-то Либо человек С ружья там пострелял Ну и так далее То есть у вас должен Контролирующий орган Быть сформирован В сознании Это как раз идет Психи так это Саморегулирование Личности Ну и далее Тут Взаимосвязи Личности Взаимосвязи Тогда послесловие Очень интересно Я вам не рассказывал Но вы Послушайте Вот эту вот Главу Третью В четвертом томе Целительных сил Шкала Бодрствования Человеческого организма Особенности Различных Состояния сознания То есть у нас Сознание представляет Естественно Своеобразное Такое Такое Образование На которое Мы можем Влиять Когда лучше Это сделать Видите Тут Введение Особенностей Различных Состояний Сознания А потом уже Начинается Вот смотрите Потеря сознания Вот все мы говорим Что мол там Живые Неживые Что то случилось И человек Упал В обморок А куда делать Сознание А сознание ушло А потом пришло И человек Как бы сказать Облил сознание Очень интересная вещь И что при этом Происходит Кстати Сон Кстати Все духовные Феномены Ну Большинство Духовных феноменов Для обычного Тем более Человека Они совершаются Во сна Во сне Про солнечное Состояние Что это за состояние Как его можно Использовать Гипнотическое Состояние Ну это чисто Теоретически Мы их Не будем Использовать То есть Я В основном Как бы сказать Постарался Все для себя Узнать Разъяснить И понять Но Отобрать То Что вы Самостоятельно Можете Для себя Применять Значит Различные Виды Транса Очень Интересная Вещь Оказывается Различные Виды Бодрствования Имеются Экстаз Его виды И дальше Уже И дальше Уже И пойдут Методики Работы С собственным Сознанием Ну это Как раз Будет У нас Третий Горок Мы Немножечко Поговорим О нем Вот Итак Из Вот этого Второго Урока Вы Должны Для себя Уяснить Какие Процессы Происходят В нашем Сознании И как Они Отражаются На Работе Нашего Организма В целом Вот Это Основная Мысль Которую Я хотел Заключить Во втором Уроке Тем более Материала Много И там Его И там Его Не то Чтобы Разбросал Просто Я Четвертый Том Написал Вот Это Мне Интересовало Сознание О побуждениях Я тогда Еще не Знал И Вышло Что Очень Интересная Информация Была В четвертом Томе Который Уже Изложенный Вы Можете Слушать И Плюс Была В основах Здоровья Это О побуждениях Ну и связи Значит Вот Все Этого То есть Наше Довольство И ненедовольство Оказывается Самим Собою Жизнью И прочим Прочим Зависит От Того Насколько Мы С вами Удовлетворили Свои Собственные Побуждения Вот Еще Тут Немножечко Дополную Связь Характер Человека Со Здоровьем Значит Каждый Человек С Юности Хочет Удовлетворить Свои Биологические И социальные Потребности Ну Биологические Это Будем Говорить Продолжение Рода Любовь Дружба Социальные Потребности Как-то Себя Проявить Быть Каким-то Независимым И так Далее Общество Благодаря Воспитанию Подсказывает Какие Конкретные Это Потребности И Цивилизованные Способы Их Удовлетворения Но Тут Нам Важно Отметить Что Каждое Общество Нарвить Знаете В целях В своих Собственных Целях А не В наших Собственных Целях Подсунуть Нам То Или Иное Что Ага Зарабатывай Ага Иди Вперед Там Какому-то Ложному Успеху Ага Других Людей Вообще Используй Как просто Материал Для достижения Своих Целей И так Далее Значит Воспитание И побуждение Ставит жизненные цели Видите Как все это У нас Работает Формирует Мировоззрение А как Взаимодействует В конце концов С миром Да Некоторые Говорят Вот так Вот Некоторые Говорят Вот так Вот А как На самом деле Так Чтоб Это Это все Было В разумных И И гуманных Целях Чтоб все это Способствовало Развитию Цивилизации А не то Что один народ Сейчас другого Уничтожит И все На этом успокоились Ага Это самое Недра выкачает Все это там Пере Пере Это самое Перегребет Переработает В дерьмо Вот Вот смотрите Вот вы К любому Вот Вдумайте Смысл К чему Только Не прикасается Рука Человека К недрам Они Они тоже Как бы Сказать Не Не Бесконечно Вот И далее Проявляет Темперамент Кстати А темпераменты Здесь вот Указано Я Темпераменты Не коснулся Темпераменты Это насколько Вы можете Знаете Проявляться То есть Насколько У вас Выражена Ваша Энергетическая Составляющая Личности Кстати Она Зависит Никому Не Говорит От Астрологических Данных Когда вы Родились То есть Дается Энергия Только Никому И мне Вопросы Не задавать То есть Темперамент Насколько Энергии У вас Много И как Вы можете Ей Управлять Поэтому Там Четыре Вида Холерик Сангвиник Меланхолик И далее Проявляет Темперамент Валевые Качества Целеустремленно Человек бросается Их удовлетворить Свои побуждения Да 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 И вот Здесь Начинает Разыгрываться Жизненная Драма Во всем Так сказать Вот Планетарном Масштабе Значит Общество Настойчиво Вдалбливает Каждому Юному Человеку Сказку О жизненном Успехе Подсказывая Всевозможные Блага И наслаждения Говоря ему Ведь Ты Того Достоин У тебя Неограниченные Возможности Вы все равны У вас равные Права Ха-ха-ха-ха Дерзайте И все получишь Юный человек Начинает Дерзать И оказывается Что множество Таких же Как он Желает получить То же Самое Растет Соперничество А с ним И количество Проигравших Потерпевших Неудачу Неудовлетворенных А если бы мы С вами Духовные Способности Развивали То есть Показали Вот На что Мы Способны Не Землю Там Это самое Копать Или что-то Делать А именно Умом Творить Ну не знаю Поняли У меня нет Но Пока так Жизнь Общества Построена Таким образом Что человек В ее Бурном Круговороте Стремится Не отстать От ее Ритма Ой Ой Везде Успеть Что-то Достичь Сделать Сегодня Больше Чем Вчера Люди Изматывают Себе В этой Гонке Начинают Отставать Сдавать Свои Позиции Не могут Достичь Желаемого Проигрывает В конце Концов Они Разочаровываются В жизни Дезадаптируются И опускаются В зависимости от черт характера человека Так или иначе переживает В зависимости от черт характера Человек так или иначе переживает Свои успехи и неудачи Взлеты и разочарования Это порождает его сознание Те или иные чувства Опять мы теперь возвращаемся Мысли, эмоции, настроения Которые оказывают Стимулирующие Или подавляющие Влияние На жизненные процессы В организме Именно от их качества Зависит Будет ли человек В дальнейшем Здоров Или получит Психосоматические Заболевания Выводы Основная причина Болезни человека Кроется В нереальных Для достижения Желаниях В ложности целей И ценностей В завышенной самооценке Своих способностей В разрушительных эмоциях И страстях В неправильном образе жизни Которые он ведет На основе всего Выше сказанного На этом мы и закончим С вами Урок Номер два В школе духовного И физического совершенства Кстати я Много там Школа и по питанию Школа и по голоданию И так далее Там материал уже есть И хороший Полноценный Вы можете воспользоваться И подучиться Если вы желаете